Генри Форд «Только не давайте, Генри!» — визжали шестеро братьев и сестер Генри изобретателя, когда кто-нибудь из взрослых приносил в дом заводную игрушку. Дети знали, что механизм будет разобран до последнего винтика, а когда игрушка будет собрана вновь, еще неизвестно, на что она будет похожа. Конструкторский гений малыша Форда мог смастерить одноглазого и безухого зайца, издающего явно козлиные звуки. Великий Генри Форд с самого детства был влюблен в технику. По свидетельству родной сестры, будущего миллионера Маргарет, Генри увлекся механизмами благодаря отцу. Причалив к берегам Соединенных Штатов, Уильям Форд не гнушался никакой работой, вкалывал и паденщикам, и плотникам, но вскоре поднакопил денег, купил землю и стал зажиточным фермером, мировым судьей и церковным старстой. Свободное время Форд-старший проводил в домашней мастерской вместе с сыном. Отец и не думал отправлять Генри в университет. По его мнению, вполне достаточно было и нескольких классов средней школы. Генри Форд так и писал с ошибками до конца жизни. В 1879 году, когда Генри Форду исполнилось 16 лет, он, не сказав никому ни слова, сложил узелок и отправился в Детройт, где устроился под мастерьем в механическую мастерскую. Жалований в два доллара не хватало даже на то, чтобы оплатить комнату. Генри пришлось ночами подрабатывать в часовой мастерской. После четырех лет такой жизни парень не выдержал и в конце концов вернулся к отцу на ферму. Уже через несколько дней блудный сын смог реабилитироваться перед семьей, доказав, что кое-чему он все-таки научился в городе. Генри Форд починил огромную молотилку своего соседа, к которой тот боялся даже подступиться. С тех пор авторитет младшего Форда был восстановлен, а слава о нем, как о настоящем мастере, прокатилась по всему штату. Впоследствии мультимиллионер Форд приказал разыскать заветную молотилку. Ржавую покореженную машину отремонтировали и почистили, а затем доставили в особняк Форда. Генри Первый в восторге забрался на нее и отправился в поле. Так мультимиллионер отметил свой 60-й день рождения. Но до этого было еще далеко. А пока молодой Форд колесил по округе с чемоданчиком инструментов. Мало-помалу он начал зарабатывать приличные деньги. Своей будущей жене, красавице Кларе, Форд презентовал им самим собранные часы, которые могли показывать как обычное, так и поясное время. Свой будущий семейный дом Генри выстроил сам, до последнего бревнышка, на участке 80 гектаров, щедро выделенным отцом. Скорее всего, Генри повторил бы судьбу своего отца, если бы не тот самый Отто. Молчаливый Отто. Этот почти бесшумный механизм работал не на пару, а на бензине. Увидев эту удивительную машину на соседнем упаковочном заводе, Генри уже не знал покоя. Его бойкое воображение тут же пририсовало к Отто колеса и руль. «Оно поедет непременно», — решил он. С тех пор из дома Фордов с завидной регулярностью выползали жуткие железные монстры. Они пыхтели, гремели и звенели велосипедными цепями, приводя в ужас всех в округе. Всех, кроме Клары. Она терпела все выходки мужа, а когда он решил снова отправиться в Детройт, чтобы изучать свойства электричества, не сказав ни слова, поехала вместе с ним. В Детройте Форд несколько лет проработал в осветительной компании Эдисона, а уже в 1893 году в свободное от работы время сконструировал свой первый автомобиль. Через шесть лет он стал совладельцем детройтской автомобильной компании, но из-за разногласий с остальными владельцами фирмы ушел из нее и в 1903 году основал Форд Мотор Кампани. Спустя пять лет он создал Форд Т, машину всех времен и народов, выпускавшуюся с минимальными изменениями в течение 20 лет. К 50 годам Форд превратился в мультимиллионера, а его машина стала одним из национальных символов Америки. Однако муза изобретательства изменила Генри, и его Форд Т так и остался его единственным детищем. Но и этого было достаточно. В Америке Форда считали чуть ли не Господом Богом. Постепенно и он сам поверил в это. В своем роскошном особняке он разместил огромную сверкающую электростанцию, где закрывался для ежедневных медитаций. Генри Форд покупал железные дороги и аэродромы, совершенствовал конвейерную систему, которую впервые вел на своих заводах, писал книгу собственных афоризмов и пытался спасти мир от Первой мировой войны. Рабочие обожали своего хозяина, и было за что. Во времена Великой депрессии он увеличил зарплату вдвое, тогда как прочие владельцы заводов воспользовались моментом и урезали ее раза в три. Со своим единственным сыном Этцелом Форда связывали нежные и трогательные отношения. Этцел был идеальным сыном. Почтительный, послушный мальчик, ловивший каждое слово отца и старавшийся во всем походить на него. Окончив школу с отличием, он, следуя совету отца, не пошел в университет, а прямиком отправился в семейную корпорацию, где уже в двадцать лет получил место в совете директоров. Никто не мог понять, что же такое случилось с Фордом-старшим, но папаша вдруг решил, что у сына слабая воля, и ее необходимо закалить, прежде чем передать в его руки дело своей жизни. С тех пор Генри Форд только и делал, что вставлял сыну палки в колеса. Он заворачивал его решение, увольнял его сотрудников, отчитывал его как мальчишку при подчиненных. Даже формальное назначение младшего Форда на пост руководителя корпорации ничего не изменило. Этцел, обожавший отца, принимал все как должное и, в конце концов, почти отошел от дел. Когда в конце тридцатых годов Этцел стал жаловаться на боли в животе, Форд не почувствовал ничего, кроме раздражения. Он написал ему пафосное послание, смысл которого заключался в том, чтобы выбросить из головы всякие слюнявые глупости, взять себя в руки и не верить врачам-шарлатанам. «Восстанови здоровье, сотрудничая с Генри Фордом», писал отец тогда уже смертельно больному сыну. Спустя несколько лет врачи диагностировали уже неоперабельный рак желудка. В 1943 году Этцел Форд умер. На похоронах Форд был совершенно раздавлен. «Вот этого я от него не ожидал», — шептал он, идя за гробом. После смерти сына правой рукой Генри Первого стал Гарри Беннетт, профессиональный боксер, пробившийся сначала в телохранители к Форду, а затем попавший на самый верх корпорации. Гарри был близок с мафией и по просьбе своих друзей брал на работу отсидевших уголовников, мошенников и прочий сброд. Под его руководством Форд Мотор чуть было не превратилась в настоящую Коза-Ностру, а сильно постаревший Генри уже ни во что не вмешивался. Дело окончилось бы банкротством, если бы не Клара Форд. Заключив соглашение с вдовой Этцела и Леонорой, они употребили все свое влияние, чтобы назначить старшего внука Форда Генри Второго вице-президентом, а потом стали методично увольнять людей Беннета. Гарри рвал и металл, но сделать ничего не мог. Когда старый Форд решил подарить внуку пост президента, тот попросил дедушку вышвырнуть ненавистного Гарри вон, что дедушка и сделал. В двадцать четыре часа. Бедняга Беннетт разнес в дребезги свой кабинет и, осыпая рот Фордов проклятиями, исчез навсегда, разумеется, прихватив несколько украденных миллионов. С тех пор старый Форд уже не имел никакого влияния в компании. Под конец жизни он совсем выжил из ума, ловил людей на улице и, заглядывая им в глаза, бормотал, а знаете, Этцел вовсе не умер, он жив-жив. Когда мне было 26 лет, я принял теорию реинкарнации, писал автомобильный магнат. Религия не давала мне объяснения данного феномена, а работа не приносила полного удовлетворения. Работа не имеет никакого смысла, если опыт, накопленный в одной жизни, мы не можем использовать в другой. Когда я открыл для себя реинкарнацию, это было подобно обнаружению вселенского плана. Я осознал, что теперь существовал реальный шанс осуществить мои идеи. Я более не был ограничен временем, я перестал быть его рабом. Гений — это опыт. Некоторые, похоже, считают, что это дар или талант. На самом же деле, это плод опыта, накопленного за многие жизни. Некоторые души старше, чем другие, и, соответственно, знают больше. Открытие понятия реинкарнации успокоило мой ум. Я бы очень хотел поделиться со всеми умиротворением, которые приносят такое видение жизни. Генри Форд умер в 1947 году, в возрасте 83 лет, почти в полном маразме.